Привет друзья, вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Сегодня, 7 марта, 12 день агрессивной войны России против Украины. Только что министр обороны Украины Алексей Резников выступил с интригующим заявлением. Он сказал, что в вопросе поставок к стране оружия и боеприпасов есть существенный прогресс и пообещал неприятно удивить Россию. Цитирую его. Это деликатный момент, пусть врага ждет сюрприз, знайте, есть существенный прогресс, заверил чиновник, слова которого передает Генштаб Украины в своем фейсбуке. Такое заявление последовало на фоне грандиозной новости о том, что США только что дали странам НАТО зеленый свет на поставку украинцам боевых истребителей. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, которого процитировали журналисты телеканала CBS. Этот комментарий последовал через день после того, как президент Украины Владимир Зеленский поговорил с членами Конгресса и объяснил, что именно сейчас нужно украинским вооруженным силам. И вот это решение Соединенных Штатов показывает, что для российского режима кошмар только начинается. Украинские пилоты уже успели продемонстрировать высокий уровень мастерства и внесли большую лепту в уничтожение российской авиации, несмотря на численное преимущество россиян в воздухе. Однако, конечно, к сожалению, в ходе боевых действий лишение понесла и украинская авиация, в том числе и на земле. Штурмовики типа МИГ, которые страны Восточной Европы начнут передавать вооруженным силам Украины, способны теперь не просто уравнять возможности сторон в воздухе, а окончательно переломить ход войны. Во-первых, это позволит украинцам хотя бы частично закрыть небо над страной, мирные жители которой оказались главными жертвами беспощадных неизбирательных авиадуаров, российских военных преступников. А во-вторых, это поставит крест на большей части той дальнобойной российской артиллерии, которая, опять же, утюжит сейчас украинские города, и до которой сухопутные силы Украины пока не могут добраться. В первую очередь, украинцы сейчас ждут истребителей от Польши. Официально польские власти пока не спешат подтверждать, что они передадут украинцам самолеты. Однако в нынешних условиях публичные заявления такого рода могут сыграть на пользу России. Куда правильнее держать в секрете такую чувствительную информацию. А именно, время и место перебазирования польских самолетов в Украину. В идеале враг вообще не должен был бы узнать об этом. Это не только помешает Москве выстроить эффективный план работы в воздухе, но и лишит ее дополнительных оснований обвинять НАТО в агрессии. Для России такое решение со стороны Соединенных Штатов и их партнеров и правда станет тем самым сюрпризом, о котором говорит Резников. До вторжения российский режим был уверен не только в том, что ему удастся взять Киев за два дня, но и в том, что Запад никогда не станет снабжать украинцев столь серьезным вооружением, как истребители. Этот пункт стал одним из многочисленных просчетов российского военного руководства. А просчет в данном случае приводит к провалу на целом фронте борьбы. Кремль уже жестоко поплатился за свою уверенность в том, что ни ПВО, ни авиация Украины не смогут якобы оказать россиянам противодействие. Однако теперь московским захватчикам придется заплатить еще и за то, что они не подготовили достаточных сил, к счастью, для противодействия дополнительным нескольким десяткам самолетов из стран НАТО. Пусть эти самолеты и будут под управлением украинских летчиков. Более того, теперь, когда Запад решился наконец помочь Украине самолетами, нет сомнений, что не за горами и решению передачи также других вооружений аналогичного уровня, которые ранее даже не обсуждались, вроде тех же полноценных систем ПВО. Но даже и того оружия, которое страны НАТО уже сейчас передают Украине, хватает, чтобы ВСУ могли остановить превосходящего по численности противника во всех направлениях. По словам того же Резникова, только за последние три дня уже доставлено, либо вот-вот подоспеет в Украину более 50 тысяч шлемов и бронежилетов для украинских военнослужащих, а к ВСУ в ближайшее время присоединятся 20 тысяч добровольцев-ветеранов из 50 разных стран мира. Эта поддержка со стороны НАТО продолжает приносить конкретные впечатляющие результаты на фронте. Минувшие сутки ознаменовались целой серией успехов ВСУ на Юго-Востоке и в других районах. А Юго-Восток это тот регион, который с начала войны подвергается особенно сильному давлению со стороны российских войск. Как рассказали в командовании морской пехоты Украины ночью с 6 на 7 марта, возле временно оккупированного Херсона украинские военные накрыли аэродром Чернобаевка, на котором россияне решили разместить свою авиацию. В результате враг понес колоссальные потери. ВСУ разом уничтожили более 30 вертолетов врага вместе с другой живой силой и техникой. Это стало самой большой единовременной потерей боевой авиации для России за все 12 дней развязанного ею конфликта. Потерпели россияне бедствие и на подступах к Николаеву, где российский режим за последние дни неоднократно получал отпор и где он снова сегодня пытается атаковать. Там вчера были уничтожены три колонны российской военной техники. К ВСУ перешла очередная партия трофеев 7 единиц гаубиц Д-20, 6 бронемашин десанта, 2 БТР, 4 самоходных артиллерийских оружия НОНА-С, бронеавтомобиль Тигр и большое количество боекомплектов. По этому поводу главный редактор Центрнет Юрий Бутусов сказал, что была разгромлена российская парашютно-десантная рота. Цитирую его. Хваленные российские десантники разбежались как зайцы после атаки украинской армии, написал журналист в фейсбуке, сопроводив свое сообщение с соответствующими кадрами. Наконец, даже под полностью окруженным Мариуполем, находящимся под постоянными обстрелами, украинцам удается наносить врагу ущерб. Вечером 6 марта в этом районе полк украинской нацгвардии провел контратаку против российских войск под Мариуполем, уничтожив 7 танков, 7 бронемашин и около 40 российских военнослужащих, а также взяв в плен двух российских военных, один из которых кадровый командир танкового взвода, в то время как уцелевшее вражеское оружие и документы перешли к ВСУ. Успешную контратаку ВСУ провели и под Северодонецком, который является ключевым узлом коммуникации на Донбассе. Там был уничтожен передовой отряд российских войск вместе с тремя бронемашинами пехоты и двумя автомобилями России. Эту и другую информацию Бутусов подтверждает, опять же, фотографиями и видеозаписями, которые он публикует в своих соцсетях и которые показывают, что все наши данные действительно верны. Хорошие новости для ВСУ и на Черном море. В ночь на 7 марта украинские артиллеристы подбили российский патрульный военный корабль, который находится возле Одессы. В результате попадания снаряда судно загорелось и его дальнейшая судьба не ясна. Продолжается ликвидация и российской авиации. Вечером 6 марта над Одессой и над Харьковом были сбиты два штурмовика России, а в последнем случае еще и взят пленлетчик, подполковник ВКС России Максим Криштоп. Его захват – ценное приобретение, поскольку он рассказал о деталях воздушной операции российского агрессора. На допросе, видео которого было опубликовано в интернете, он признался, что приказ о проведении бомбардировок по жилым массивам Украины он получил от командующего воздушной армии Западного военного округа генерал-майора Олега Маковецкого, который, по словам журналиста Бутусова, сам является уроженцем Харьковской области, хорошо знает Харьков и уничтожает, таким образом, свой родной край. И хотя сам пленный пилот заверяет, что он не хотел специально бомбить жилую инфраструктуру, и что вел огонь по выданным ему координатам, трудно представить, что он не понимал преступного характера его работы, ведь его Су-34, теперь уже уничтоженный, летал прямо над густонаселенным полуторамиллионным городом и бил по нему. Тем временем украинские ракетчики нанесли точный удар по топливной базе российской армии в Луганске. Пожар уничтожил большое количество топлива, которым враг снабжает свои войска на луганском направлении. Все эти эпизоды — это очередной показатель того, насколько интенсивно в СУ перемалывают российскую армию, которая пытается взять не столько качеством, сколько количеством. К 7 марта потери России, которые опубликовал Генштаб Украины, следующий. Свыше 11 тысяч солдат, танков 290 единиц, боевых бронированных машин 999, артиллерийских систем 117, системы ракетно-залпового огня 50, средств ПВО 23, самолетов 46, вертолетов 68, автомобильной техники 454, 3 корабля, уже 7 оперативно-тактических дронов, а также 60 цистен с горючим. В свою очередь, украинские эксперты только что озвучили еще более чудовищную для российского режима цифру военных потерь. По их данным, реальные утраты России в живой силе куда больше, чем даже сообщается нам на протяжении последних дней Генштаба МВСУ. Председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк заявил в беседе с журналистами, что на 12-й день войны Кремль потерял в Украине треть от всех войск, которые он привлек для вторжения. По данному эксперту, за один суток сопротивления вооруженным силам Украины удалось обезвредить до 46 тысяч российских захватчиков. Сюда вошли не только убитые, коих уже, как мы знаем, более 11 тысяч, но также и раненые и плененные россияне. Учитывая, что войско-захватчика при вторжении 24 февраля насчитывала 145 тысяч человек наземной армии, получаем минус 30% к этому моменту. Подсчитывать общие потери врага во время войны трудно, особенно когда речь идет не только об убитых, но и о вышедших из строя по иным причинам. Тем не менее, ход боевых действий в последние сутки подтверждает общую тенденцию, как видим. Российский агрессор продолжает нести тяжелые потери и не достигает успеха ни на одном из направлений. К 7 марта Россия не сумела захватить фактически ни одного крупного города, а там, где ей все-таки удалось временно закрепиться, мы говорим в основном о совсем небольших селениях. Местное население либо тихо ненавидит оккупантов, либо открыто устраивает многотысячные митинги против них. Такой невеселый для Путина итог подтверждают в Министерстве обороны Британии в докладе от 6 марта. Краткий вывод этого доклада изложен в твиттере ведомства. Цитирую. «Российские войска, по всей видимости, лишь минимально продвинулись на выходных. Едва ли это соответствует тем целям, которые Россия запланировала достичь к настоящему моменту», написали авторы отчета, добавив, что в настоящее время российская авиация и артиллерия наносят массированные удары по мирному населению Харькова, Николаева, Чернигева и Мариуполи. Отставной генерал Соединенных Штатов Бен Ходжес аналогичного мнения, цитирую его, «Украина, в конце концов, победит, но впереди еще много трудных дней, а это и потери жизни ничем не винных людей и разрушение большого количества инфраструктуры, а также частной собственности. Тем не менее, я вижу, что победа будет за Украиной. Украинцы превосходят россиян», — сказал он в беседе с изданием «Новое время», добавив, что одним из ключевых факторов здесь станет логистическая поддержка армии Украины со стороны Запада. В то же время Ходжес критически отозвался о российской армии. Привожу его слова. «У украинцев превосходящая противника боевая мораль, ведь они защищают свою страну. Российские же военные не настолько эффективны, как мы думали. У них не хватает логистических мощностей для взятия Киева, да и личного состава им тоже не хватает. Вот почему они потерпели поражение в районах, прилегающих к Киеву», — заключил он. Тем временем, как раз возле украинской столицы в эти часы идут самые ожесточенные бои. Как и следовало ожидать, российское военное руководство, очевидно, по приказу Путина, решило во что бы то ни стало как можно быстрее перенести на блюдечки кремлевскому людоеду Киев. Насколько можно судить, были задействованы те самые силы, которые российский режим сосредоточил в 25 километрах от столичного города. Размер этого конвоя огромен. Он охватывает около 64 километров дороги. Но и здесь украинские власти сохраняют оптимизм. Советник президента страны Алексей Арестович рассказал, что в СССР раскрыли и уничтожили огромную оперативную группировку между Харьковом и Сумами. Силы этой группировки, цитирую, «частично убиты, частично переброшены под Харьков и там же остановлены, а частично отошли и зализывают раны». Далее Арестович сказал, «Не надо бояться. Российская армия не сильная, она просто длинная. Мы их потихонечку съедим, как с салями», – сказал он. Он заявил, что оперативные возможности России очень далеки от тех угроз, которые раздаются из Минобороны России, когда там говорят о массированных штурмах. По словам советника, за последние сутки российские войска практически не продвинулись, а спустя 10 дней в целом не взяли, как мы уже сказали, даже вот тех самых небольших городков, таких как Буча и особенно находящийся под Киевом Гостомель. Стратегический пункт, который Москва действительно так и не смогла отбить за эти почти две недели. Комментируя прошедшие сутки, Арестович подчеркнул, что россияне за прошлый день не смогли продвинуться ни на одном участке фронта, а наоборот, ВСО освободили, например, на Харьковщине город Чугуев, рядом с которым находится важный военный аэродром. Со своей стороны, высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что с начала войны россияне выпустили по Украине уже 600 ракет и использовали уже 95% накопленной на границах мощности. Винобороны США отмечают, что к настоящему моменту, как украинцы, так и россияне пока что сохраняют большую часть своей воздушной боевой мощи, поэтому ни одна из сторон не имеет преимущества в небе. Мы продолжим следить за этой историей. Дорогие друзья, поддержите украинскую армию по ссылке, которую я даю в описании к этому видео на организацию «Повернись живым». Ну и при желании можете поддержать наш канал. Ссылки на Patreon и другие ресурсы найдете в описании к этому видео. Я благодарен всем тем, кто оказывает нам финансовую помощь вот в этих сложных условиях, когда, как мы знаем, Google в качестве рекламной площадки полностью ушел из России, где у нас от 30 до 50% аудитории. И что еще более важно, по всей видимости, по крайней мере, есть такая высокая вероятность, то сейчас Россия может перейти на полностью изолированный от глобального пространства интернет. А это означает, что россияне теперь не смогут даже с VPN-ами увидеть то, что показывают и на нашем канале, и на других аналогичных русскоязычных вменяемых каналах, которые рассказывают о том, что на самом деле происходит на фронте борьбы Украины против общечеловеческой угрозы в лице путинского режима. Ну что ж, друзья, остаемся на связи и до скорого.